Ся Янь успешно дотащил на Ланьянрань до вершины горы. Кстати, после того, как он использовал драконь и рёв, всем остальным претендентам после них было в разы проще пройти испытание, поскольку от этой акустической техники Ся Яня золотые мыши значительно ослабли. В итоге ещё три человека сумели достигнуть вершины горы. Таким образом, сейчас там находилось девять человек. Один был лишним, поскольку из десяти мест двое занимали золотые мыши. Кого же выгнать из девяти людей? Некоторые начали наговаривать на Наланьянрань, мол, своими силами она бы не поднялась, ей помог друг. Ся Янь слегка улыбнулся, затем со вспышкой света оказался перед тем парнем, что требовал прогнать Наланьянрань. Одним ударом он сбросил того далеко вниз. Таким незамысловатым способом вопрос мест в десятке решился сам собой. Ся Янь заключил сделку с главой золотых мышей о взаимопомощи. Поскольку Цзэньши был смертельно отравлен огненным ядом кровавого бассейна, ему крайне нужна помощь алхимика. И вот Ся Янь оказался очень кстати. Если бы Цзэньши не встретил его, скорее всего он бы не прожил более трёх лет. Таким образом, Ся Янь в обмен на исцеление заполучит самое лучшее место для поглощения энергии кровавого бассейна. И прорыв к предку будет успешным. Устья на вершине вулкана – место самой плотной энергии в пределах всей небесной горы. Из той энергии и формируется источник кровавого бассейна. Но исключительно чистая огненная энергия находится на самом дне вулкана. И вот кровавый бассейн наконец открылся. Возникла чудовищно сильная энергетическая волна. Настало лучшее время для погружения в кровавый бассейн. Помимо восьмёрки людей, рядом также появились двое больших золотых мышей. Теперь Фенс и Нер и остальные сразу стремились к жерлу вулкана на молниеносной скорости. А именно к выделяющемуся красному водоёму в центре вулкана. Ся Янь взял Нала Янрань за руку, сказал быть осторожной и не ждать его. А сам, в отличие от всех других, не стал поглощать энергию, а поплыл и ниже, к дну кровавого бассейна. В оригинале все входили в кровавый бассейн и начинали усердно тренироваться. Не было ни сражений, ни катастроф. Каждый полагался на свою выносливость, чтобы поглотить как можно больше в течение трёх дней, а затем уйти. Тем не менее, согласно трейлеру, произойдёт самая настоящая жаркая битва в кровавом бассейне. Появилась некая таинственная золотая энергия. Золотой мышонок поглощает её, моментально увеличивая свою силу. Из-за этого гении четырёх павильонов начали бороться. Госпожа Фэн использовала технику молниеносных шагов, чтобы быстро поглотить золотую энергию. Неизвестно, что случится с Наланьян Рань, сумеет ли она постоять за себя. Поскольку Цзэньши заключил сделку с Сяянян, он знал, что самая чистая энергия находится на дне бассейна. Более того, Сяянь получил пропуск, который может открыть барьер к этому месту. Из анонса видно, что Сяянь не соревновался с Фэн Цинэр и остальными. Он уже пробрался глубже. Хотя мы не смогли увидеть сцену, где Сяянь поглощает золотую энергию и закаляет душу двойника, однако возник зелёный столб небесного пламени, он достигает самого неба. Глава Цзэньши и Цзэньгу стали свидетелями этого потрясающего явления. Очевидно, это выход Сяяня из уединения. Это также означает, что властная сила Сяяня прорвалась на уровень предка. Наверное, это самое долгожданное событие. Сяянь на уровне императора перебил столько предков, что пора и самому достичь этого уровня. Интересно, прорвавшись в класс предка, какие противники теперь будут у него? Но сначала Сяянь усердно тренировался на дне вулкана. Только прибыв, он ощутил чистую энергию невероятной плотности. Нефритовая дууция окутала его тело, полностью защищая от огненного яда. Это огненное место немного напоминало вулканический мир под башней очистки Ци. Однако, два яда совершенно отличались друг от друга в степени силы. Уровень этого огненного яда достиг страшных высот. Иначе он определенно не смог бы так сильно навредить Цзэньши на уровне предка. Сяянь принял позу лотоса посреди кровавой жидкости. Нефритовое пламя лотоса хлынуло из его тела. Злобная на вид энергия словно бы обладала чудотворным эффектом. Она позволяла поглощать просто неимоверное количество силы. Возможно, из-за уплотнения в течение стольких лет, но она даже содержала в себе жизненную силу. Циаянь был несказанно рад. Но кровавая бассейна снабжала его невероятными объемами энергии. Прямо сейчас он мог бесстрашно поглощать всю энергию вокруг, без переживания о том, что она внезапно истощится. Это то, что нужно. Ведь для прорыва в класс предка требовалось просто неописуемо огромное количество энергии. Аура Циаяня постепенно вырастала. Он пересекал барьер между императором и предком. К огромному удивлению, духовное воплощение иллюзорного тела тоже начало поглощать кровавую энергию. Так здешняя энергия, усиливая душу, такими темпами двойник Циаяня скоро ступит на средний уровень. Циаянь пробыл на дне бассейна целых два с половиной месяца. На Ланьян Рань, Фэн Цинер и остальные люди уже давно ушли. Циаянь успешно продвинулся в класс предка с помощью богатой энергии кровавого бассейна. Стоит сказать, что этот луч света действительно потрясающий. Многие люди видели его и были поражены. Такого быстрого прорыва к предку, вероятно, еще никто не встречал. Циаянь с девятой звезды императора прорвался к предку первой звезды в один присест. Что ж, следующая серия будет крайне интересной. Ждем с нетерпением. И огромное спасибо за щедрый донат саппарки Римов. Будем и дальше стараться радовать новыми видео. Большое спасибо всем за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о прорыве Сияня к предку. Подписывайтесь на канал и всем пока.